Сегодня в Ярославле начали оглашать приговор по делу об авиакатастрофе, в которой погибла хоккейная команда «Локомотив». Три с половиной года следствия. Десятки экспертиз. В материалах много томов, и на то, чтобы определить наказание, у суда, вероятно, уйдет не один день. Следствие пришло к выводу, что к трагедии привели неправильные действия экипажа. Но косвенно есть в этом и вина руководства авиакомпании. Тимур Сиразеев следит за ходом процесса. Здесь верят в команду. На домашних матчах «Локомотива» нет свободных мест. Ярославль – город хоккея. Этот город до сих пор живет с болью в сердце. Так же все тяжело вспоминать. Каждый раз на матче прихожу сюда. Для нас это очень серьезная дата. Они погибли на взлете. Молодые, полные силы и желание побеждать. В ледовой арене, в память о хоккеистах, вывешены все их фотографии. И во время каждой игры болельщики подходят к фотографиям и кладут живые цветы. Гибель любимой команды четыре года назад стала самым трагичным событием в новейшей истории города. И сейчас здесь с особым вниманием следят за судебным процессом. Оглашение началось в назначенное время. Без обвиняемого. Бывший заместитель директора авиакомпании «Яксервис» Вадим Тимофеев под подпиской о невыезде. В Ярославль ездят из Москвы на электричке. Опоздал на 15 минут. Вы признаете свое вино? Нет. В чем причина тогда, на ваш взгляд, катастрофы? Молодой человек. Нужно было прийти в декабре месяц, хотя бы следить за этим. В декабре процесс начался. Тогда обвиняемый заявил. Причина катастрофы – нарушение центровки самолета. Переднее же шасси, по мнению Тимофеева, было с дефектом. Шасси было исследовано специалистами Межгосударственного авиационного комитета. Никаких повреждений, которые бы могли привести к катастрофе, специалистами обнаружено не было. Это место авиакатастрофы. Сейчас здесь мемориальный комплекс. На заборе шарфы разных команд. Трагедия объединила всех. Погибли 44 человека из 8 стран. «Як-42» рухнул сразу после взлета. Почему самолет проехал по взлетно-посадочной полосе в два раза больше, чем положено, и выкатился за ее пределы, а взлетел лишь на скорости в 230 км в час, хотя должен был раньше. Летчики Межгосударственного авиационного комитета провели крайне рискованный эксперимент. Повторили роковой разбег самолета, только без отрыва от земли. Было доказано – пилот нажимал на педаль тормоза и одновременно слишком сильно тянул штурвал на себя, из-за чего, взлетев, самолет сильно накренился и упал. Столь серьезная ошибка стала следствием того, что оба пилота большую часть жизни летали на Як-40, а там летчики при взлете ноги держат всегда на педалях. Более того, к управлению Як-42 пилотов допустили на основании фальшивых справок об обучении, заявил прокурор. Обвиняемый же Вадим Тимофеев должен был контролировать знания летчиков и заниматься их переподготовкой. Он закрывал глаза на то, что члены экипажа Як-42 пропускали занятия по теоретической и практической подготовке, на которой, кстати, отрабатывались в том числе и вот такие нештатные ситуации. Именно Тимофеев и до этой авиакатастрофы допускал к полетам того же пилота и ранее совершавшего ошибки при эксплуатации самолета, которые до поры, до времени не становились трагическими. Прокурор потребовал приговорить обвиняемого к шести годам колонии-поселения. Родные погибших спортсменов просят оправдать подсудимого. Ну что сажать человека, у которого действительно мать больная и старая пожилая женщина, и от семьи отрывать человека. Его вина, в принципе, если может она есть в каких-то частностях. Непосредственные виновники трагедии, согласно заключению Межгосударственного авиационного комитета, погибшие пилоты Як-42. Тем не менее, родные хоккеистов настаивают на продолжении расследования основного уголовного дела о причинах авиакатастрофы. Потерпевшие хотят получить ответы на вопросы, которые у них до сих пор остались. Ожидается, что оглашение приговора Вадиму Тимофееву закончится в среду. Тимур Сиразиев, Юлия Ходорова, Андрей Сычук, Михаил Леонов, Первый канал, Ярославль.